К событиям на Украине ополченцы ДНР за сутки зафиксировали почти 60 обстрелов со стороны украинских силовиков, в том числе и с тяжелого вооружения. Как сообщил представитель Минобороны самопоразглашенной республики Эдуард Басурин, атаки подверглись Горловка, Марьенко и поселок Октябрьский. Есть разрушение в жилых кварталах, сгорело несколько домов, на место выехали наблюдатели ОБСЕ. В руководстве ДНР отметили, что силовики в последнее время заметно активизировались. Они используют вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. Обстрел жилых кварталов города Донецка с зажигательными минами. Это поселок Октябрьский. Хочу подчеркнуть по жилым кварталам еще раз. Сегодня 5 часов утра. Было зафиксировано обстрел населенного пункта Саханка. Это севернее Широкино. Обстрел производился в течение часа. В данном населенном пункте воинских подразделений армии ДНР нет. ДНР подчеркивает, что не отвечают на действия украинских силовиков, поскольку это противоречило бы Минским договоренностям. К тому же в районах соприкосновения давно нет тяжелой техники, ополчения. Зато противоположная сторона наоборот наращивает боевой потенциал. Так, по данным разведки, Киев сформировал до 7 мобильных тактических групп, укомплентованных в том числе и градами. Они обстреливают населенные пункты, оперативно меняя место дислокации. Кроме того, украинское командование продолжает рассказывать подчиненным о мифических российских войсках. Хотя даже начальник генштаба Украины уже признал, что их там нет. Солдаты, оказавшиеся на передовой, это подтверждают. «Понимаешь, то, что я побачил, что побывал тут, в плену хоть даже, но все равно, туда же нам ты этого не донесешь. Так само я там, это скажу, мне не поверить. Правильно? Не поверить, для начала, что не захочут поверить. Потом уже сложился такой, типа, стереотип, как оно называется, что тут, короче, российские войска и тут все, что тут чуть ли не едят людей. Ну, в области, говорим. А ты сам понимаешь, если стереотип уже год, или сколько уже, а то чуть больше года, насаждаются такой стереотип. И тут, там, приеду я, там, хай шех, ну, хай там, человек 20, и скажем, что тут нема такого. Все, с какой-то вы дурочки. Власти самопровозглашенных республик пока отпускают пленных в одностороннем порядке. Передача по формуле «всех на всех» на данный момент невозможна из-за позиции официального Киева. Буквально в пятницу очередной обмен сорвался. В последний момент украинская сторона передумала.